Мы находимся где-то в середине шестого изяя, в прошлый раз у нас были класс 1 и 2, помните немножко хотя бы то, о чем мы говорили? Ты же по-русски знаешь? Да? Ты не смотришь? Ты не смотришь? Я не смотришь? Я не смотришь? Я не смотришь? Я не смотришь? Моль, моль Что ты смотришь? Мы говорим о Сутра о Даймонд Театре, о том, что там Даймонд Что означает название? Откуда происходит слово «алмаз»? Мы Еще иначе слово «транщик» Второй класс Кто-нибудь помнит? Как начинается с утра? Как начинается с утра? Как начинается с утра? С вопросом Как будет все вы? Как будет служить? А, сын к и служить? А то мы говорим про боли-чита, что у нас есть ложное и абсолютное боли-чита. Помните разницу? Да, после видения, что ты прямо задумаешься. Термин абсолютная боли-чита относится к прямому восприятию боли-чита. Поэтому это кодовое слово для этого опыта. И ложное, буди-чита, определяется как желание достичь полного просветления для всех, что существует. И затем мы снова обратились к этой идее ложной реальности и абсолютной реальности. И сейчас третья лекция. Вот, что Будда сказал дальше. Это есть в чтении, но может быть немножко запутанно. И если вы читали книгу «Алматный бранщик», то может быть вы знаете, что вся сутра она достаточно запутанная и тяжело понять. Я хочу написать сейчас как-то на тибетском. В Bibli посьте «Алматный бранщик» Когда тебе отправлю... Если вы хотите? Субтитры создавал, что это делал. А еще? Угу. Вот. Ставься, сядься. Сейчас ставь тебя. Расслабься, будет тяжко. Треки, к себе. Треки. Треки. Мина. 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 Треки. Мина. Мина. Треки. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И то, что это означает на английском или русском или выгоду Тоже это все означает Объяснение этого такое Представьте, что вы идете налево Продолжайте идти Будет ли когда-нибудь конец? Нет, бесконечно Если пойдете направо Будет ли когда-нибудь конец? Нет, бесконечно Если вперед пойдете Будет ли конец? Почему? Это логическая объяснение Если бы был конец И всегда можно было добавить один сантиметр И тогда это бы никогда не заканчивалось Все равно бесконечно И Будда говорит То же самое Правда Для акта даяния Когда вы понимаете Когда вы понимаете Пустоту этого даяния Что интересно Он указывает нам Что даяние Что даяние С мудростью Дает результат Который Настолько же большой Как расстояние Перед тобой Или слева Или справа Или назад Или вверх Что означает Что это неизмеримый Поэтому на английском Или на русском И Будда Он говорит На таком очень приземленном языке Он говорит Когда Буддисаттва Дает без Дает без Дает без Он не остается И дает Тяжело измерить То, что он делает Тяжело Тяжело В этом смысле означает, что Практически невозможно Измерить Это Бесконечный результат Тяжело Это Так Сильное Высказывание Но Достаточно Простое Предложение Но Очень Сильное И Тогда Разникает вопрос Как же это Так Как же Это Можете Например Когда Вы подаете Человеку На улице Например Бедному Человеку И Вы Даете Ему Какие-то Деньги Есть Два Основных способа Как на это Смотреть Один Это Вы Просто Видите Бедного Человека И Вы Ему Даете Деньги Мы Сказали Что Это Обычное Обыкновенное Если Помните Пятый Курс И Мы Немного Об этом Говорили На Одиннадцатом На Одиннадцатом Лекции И В Москве Об этом Говорили Идентификация Объекта Которого Вы Даете Объект И Мотивация И В каком-то Смысле Мы Возвращаемся Потому Если Вы Понимаете Пустоту То Вы Можете Видеть Что Человек Которому Вы Даете Это Суммирование Пикселов Как На Фотографии Или Как Пиксел Это Суммирование Пикселов Они Обыкновенная Сумма Этих Пикселей Которые Кто-то Собрал В Бедного Человека Кто Вы Это Сделали Вы Вы Это Вы 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 Сделали Так Это Не Вы Это . Откуда Это происходит Ваши прошлые силы, они вынуждают вас дать именование этому человеку. Кстати, я уже вне дороги, я сказал «человеку». Этому человеку вы называете, даете ему лейбл «бедный человек». Что же видит Будда, когда он дает? Если его карма вынуждает видеть кого-то как бедного человека, если он может организовать вот такого бедного человека. Но более важно, он распознает, что вот эти пиксели напротив него, они не существуют со своей собственной стороны. И что когда он дает, что? Пиксели. И он дает тоже пиксели. Или другой способ сказать что-либо. если он понимает действия, которые он делает, то это может создать рай. Что увидит Будда? Что увидит Будда? Вон, в небо. Сыне. Ты пенси не пулисово. Зависит Будда. А тут, да? Да. Что увидит Будда? В небо. В небо. Полное блаженство и счастье. И его пустоту то же самое. Зачем тогда он дает? Ради всех живых существ? Мы сейчас придем уже к этому, это будет все в этой лекции. И сейчас будет практическое применение к тому, о чем мы говорим. И дальше мы хотим понять, почему же это настолько неизмеримо лучше или даяние лучше с мудростью, чем без. Почему оно настолько сильнее или лучше? Потому что это то, что мы заявляем. Средний фестеринь означает «виздом». И потому что даяние с пониманием пустоты может разорвать этот цикл страданий. И значение мудрости здесь. И единственная цель мудрости. Задача цель – это остановить вас, чтобы вы перестали делать плохие поступки. Потому что вы понимаете, что плохие поступки причинят вред кому? Вам. И это цель мудрости. Да. Сейчас у нас будет рекламная пауза по поводу принятия обедов. Потому что сейчас прямо подходит в этот момент. Я помню со своей личного опыта. И когда я говорила об этом с людьми. Обычно люди говорят «ну обед, но не знают». «Звучит немножко радикально». Один из таких фоновых процессов мышления – это то, что эти обеты запрещают мне запрещают делать что-то, что делает меня счастливым. Если бы вы думали, что обеты дают вам наоборот полное счастье, то было бы просто глупо их не принять. Но люди иногда думают, что если я откажусь от каких-то вещей в своей жизни, то я потеряю счастье. Я не думаю, что вы концептуализируете эти мысли полным образом, но где-то там есть у вас такие фоновые мысли. Иначе вы все приняли здесь обеты. Итак, цель мудрости – это перестать причинять вред самому себе. Тем, что вы делаете плохие поступки совершаете. И вот эти буддистские обеты, о которых мы говорим, они созданы для того, что вы для одной единственной вещи принести вам счастье. Тем, что они вас останавливают в делать плохие поступки, которые причиняют вред вам. И это очень прекрасная типичная гакчана. Выглядит одним образом. Если я прекращу лгать, я не буду таким успешным бизнесменом. Я не утверждаю, что вы так думаете, но где-то такая мысль про туда. О, если я пообещаю не красть. Возможно, мне станет в жизни тяжелее. Потому что какие-то там маленькие жизненные ситуации, налоги, это не так весело в моей жизни. Если бы вы не думали так, хотя бы на каком-то уровне, если бы она была очередь из четырех-пяти миллионов, пожалуйста, пожалуйста, дайте обед. Потому что эта система создана для того, чтобы помочь мне, действует только таким образом, так, что все люди вокруг меня станут счастливыми. Правда ли это? Нет. Я стану счастливыми. Если я буду хранить обеды, то я стану счастливым. Я хочу, чтобы вы слушали, что я говорю. Знаете, почему они так называются? Индивидуальные обеды свободы. Странные. На английском. Я надеюсь, на русском тоже. Хорошо. Почему они называются индивидуальные обеды свободы? Потому что они дают этому индивидууму свободу. Потому что вот этот индивидуум, который принимает их и хранит их, достигает свободы. Что подразумевает, что индивидуум, который не принимает их и не хранит, не достигнет свободы. Именно поэтому они называются индивидуальные обеды свободы. И вы спросили меня, почему, зачем будете вообще давать? Вообще-то этот класс про четыре тела Будды. И каждое действие Будды относится к его телам. И действие даяния, акт даяния создает его тело, форменное тело. Если вы даете с пониманием пустоты. В целом вы понимаете пустоту трех сфер, мы еще поговорим об этом. То благодать или какое-то благое действие, которое вы получаете, оно неизмеримо, оно бесконечно. И Геша Маркел задает следующий вопрос в своем классе. Почему это правда, что лучше быть вот в этом классе сейчас и изучать мудрость, чем покрыть всю планету золотом, и все это подарить ему святейшество Далайване. И действительно серьезное утверждение для пустотского монаха. Планета, покрытая золотом, в какой-то момент времени все равно уйдет, исчезнет. Любое номинальное даяние, кармический менеджмент сейчас. Любые деньги, вообще любая вещь, это семя, которое раскрывается в вашем уме. Оно раскрывается, приходит к вам, вы наслаждаетесь. Предположим, что это тысячи и тысячи лет наслаждает. И в конечном итоге оно все равно уходит. Ничто в этом мире не остается. В какой-то момент эта лекция закончится. Буддизм перестанет существовать в какой-то момент. Вы прекратите существовать в какой-то момент. Что, если бы вы могли прорваться сквозь этот цикл и увидеть истинно природные вещи? Это неизмеримо. Именно поэтому эти классы ACI всегда будут бесплатными. Какой ценой вы могли назначить за эти знания? Если это может привести вас к нирване, какая цена это? И, опять же, я говорю, если, обратите внимание, если это правда, то... DCI – это немного другая история, потому что это создан для того, чтобы помочь людям зарабатывать деньги. И это снова нас приводит к тому, о чем мы говорили прежде. Идея мудрости – это остановить страдания. Вы не делаете для того, чтобы сделать приятные страдания. Или, я не знаю, вы делаете это для того, чтобы остановить свои страдания. И это функция мудрости. Поэтому вы должны изучать, сделать все возможное для того, чтобы усилить свою мудрость. Много вопросов возникает, ко мне люди подходят и спрашивают, что мне делать, когда возникают какие-то сложные ситуации негативные. И сейчас мы подошли к моменту, когда я могу сказать, что изучение пустоты очищает все. Это то, к чему вы всегда можете возвращаться. Послушать класс, почитать что-то 15 минут в день. И посвятить это то, с чем вы в данный момент боретесь. И сейчас мы приходим к четырем целам вуды. И вот, например, это самый шиколос? Да. Продолжение следует... И сейчас мы говорим о четырех телах Будды, и кто изучал буддизм до этого, возможно, уже знают об этом. Форм Борис, и говоря про Рупакая. Форм Борис. Есть всего четыре тела Будды, и тела форм называются Рупакая. И Рупакая тела форм состоит из два тела, состоит из двух. В Тибетском первом называется Трулку, на санскрите Нирманакая, а на английском тело эманаций. Итак, Трулку это Нирманакая также, и тело эманаций. Еще с русским можно выбрать четыре слова для одного и того же тела. Слышали ли слово Трулку раньше? Я думаю, что именно оттуда происходит слово Трулку. Возможно, Р не читается, поэтому Трулку. Сейчас запишем второе, и потом мы снимем. Второе тело форменное тело и тело Богу, называемое Трулку, на санскрите Санглогакая, и на английском тело удовольствие. Возможно, не решаем. Чем он выясняется? Мы узнаем. Мы узнаем. В этом году мы узнаем, конечно, что происходит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это решение мне помогло? Например, когда я слышал, что у Будды есть четыре тела, я Какой-то парень, у него четыре тела... Кеша Майкл объясняет, думайте об этом как в четырех частях. И в каком-то смысле это четыре части одного тела. Для меня это, например, легче понять, потому что я состою из частей и так же буду состоять из частей. Когда вы становитесь Буддой, то четыре части вас... Первое, это тело эманаций или трулку и нирманака. И это тела, которые вы шлете на бесконечное количество планет. И даже без каких-либо медитации на эту тему. И вам не нужно думать на тему, что сейчас на Юпитере есть человек, которому нужно помочь с сумкой. И я туда сейчас пойду и помогу им. Это спонтанное. Эти эманации появляются спонтанно там, где подходящие условия. Хороший пример, чтобы объяснить концепт этой идеи. Это луна в чашке воды. Если бы сейчас луна у нас сверкала или даже вот со света. Луна, например, не думает, стоит ли мне отразиться в этой чашке воды или нет. Если есть в этой чашке воды, то есть соответственно отражение луны. Это без усилий происходит. Что для меня звучит вообще классно. Это без каких-либо усилий. Не надо что-то делать. И вот таким образом эманации Будды они везде посылают. Второе тело. Самбогакая. Или мы можем сказать вторая часть тела Будды. Это в целом то тело, которое Будды видит, когда он смотрит на самого себя в своем раю. Говорят, что самбогакая – это его и ее тело рая. Я всегда вот между этим он или она. И у этого тела есть пять атрибутов. Или пять качеств. Первое. Место. Оно всегда в одном и том же месте. Которое называется Окмин. Которое обозначает, что это Окмин. Это вообще высшее место, где вы можете находиться. Выше уже лучше нету. Окмин. Второй атрибут. Второй атрибут. Называется круг. То есть это существа в окружении. Окружение. 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 Круг окружение. То есть это круг окружения, которые около места природы. , которые друзья завоеваны. В том смысле это те, кто видели красоту напрямую. В этом смысле мы называем Буддхисаттвой того, кто, как минимум, видел пустоту непрямую. И третий атрибут или качество. Это то, что райское тело Будды, у него есть 32 основных знака. И 80 дополнительных знаков. И всего вместе 112 знаков. И в Писании говорится, что тело Будды обладает определено точно всеми этими знаками. Четвертое качество или атрибут. Это то, что активность этого тела в основном Махаяна Дхарма. И его деятельность этого Махаяна Дхарма. И последнее, пятое качество, это время. Будда не притворяется, что он заберет это тело обратно, пока не кончится у самсара. Мы говорим, что когда умирает Высокий Лама, Вы видите своего Учителя всегда как Будду. Поэтому, когда он умирает, это невозможно, чтобы он забрал свое тело в Нирвану. Это, может быть, выглядит для Вас таким образом. И вот здесь мы говорим, что Будда даже никогда не притворяется, что он забирается на тело. Притенда, типа, не собирается. Нет, притенда притворяется. Он умиревается. Не умиревается. Притенда. Я бы сказала вообще. И не собиралась. Нет, здесь именно, знаешь, мне кажется, притворяется. Притворяет тебе, что он заберет с собой свое тело. Да, он даже не притворяется, что заберет это тело. Будда даже не притворяется. Я бы так сказала. Я бы так сказала. Я не поняла. Тело не притворяется. Да, мы не должны. Тело не притворяется. Идер говорит, что он сам первый раз когда это прочитал не до конца понял. Поэтому мы подумаем. Маша, я хочу еще раз повторить, когда видите. Я раз. Это вот возле соль. 32 основные знаки. Да, да. Эти знаки. Что у него есть. 32 основные. 2 основные. Место. Окружение или круг. Знаки. Действенность Дарма. И время. Он всегда здесь. Он всегда здесь. Он или он или она всегда здесь. Никогда не забирает свое тело. Свои тела эманаций. ировkach. Свои тела. Он не перенаживает свое тело. Он никогда не забирает свое тело. Враское тело. Нет. Не, извини. Восaint. Его тело вранье, evolution. Его братское тело. Его тело наслаждений он никогда это забирает, он всегда видит себя в районе, никогда не прекращается, никогда не покидает свое тело в районе. Итак, рука Пакая, его форменные тела, это вот два тела, о которых мы только что говорили, в целом они созданы его хорошими поступками. И это один из вопросов домашних. И так же не совсем, но идея бумаги, да. И сейчас мы просто детально более изучаем. Итак, первые три совершенства. Помните их? Я уверен. Первое. Стояние. Второе. Здравствуйте. 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 Нет? 31-й? Нет. Шесть из комнат, во время медитации, совершенно три из них первых. А, даяние. Да, никто не делал. Концентрация. Нет? 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 Помните в ламбре медитации? Вот эта комната, где шесть совершенств. Первая даяния. Какие виды даяния у нас есть? Материальные вещи. Вы даете защиту тем, что не отрешают. Защита, любовь и дар. Это сейчас не то, о чем мы говорим, но все-таки. Что второе? Какое второе совершенство? Совершенство? Из шести какого-то. Способности не злиться, спокойно. Это номер три. Нет, это номер три. Реджусть? Нет. Вызнан? Моралит. А, моралит. Этикс. А, нравственная жизнь. Нравственная образ жизни, втонение своей морали. Три первые совершенства это даяния, моральный образ жизни и терпение. Терпение это странный перевод. Потому что в английском это означает, когда вы чего-то ждете. Это не то, что мы имеем. Не знаю, как на русском языке, но, например, в немецком, шведском и английском нет подходящего слова. Но то, что мы подразумеваем под этим терпением, это очень специфическое состояние ума, к которому вы добираетесь, которое у вас присутствует, когда приходит ваше время разозлиться. Это таким образом определяется терпение. Что-то вас сводит с ума, но у вас есть способность не отвечать, не реагировать. Согласно буддизму, это еще сложнее, чем сидеть пять лет в пещере. Это самая высшая дисциплина, какая только может быть. И вот эти три вместе с четвертым совершенством, совершенства сорадований для радости. Вообще-то радостное усилие, которое не относится к тому, что надо работать больше. Очень сложно, но и очень важно. Валерия возмущается, как так, я хочу больше работать. Это радоваться тем хорошим вещам, которые вы совершили. И вот эти четыре совершенства создают физические тела, которые мы перечислили, путали. Это четыре совершенства. Почему вы говорили первые три совершенства? Ну, у вас там на первые три совершенства, а сейчас на четыре. Валерия возмущается. Валерия возмущается. Валерия возмущается. Спасибо. Спасибо. Потому что физические тела Будды создаются первыми и тремя плюс четвертая. И ментальные тела, которые мы скоро запишем, они созданы пятым и шестым плюс четвертая. Поэтому радость, сорадование, это радость хорошим вещам, которые вы совершаете, оно важно и для форменных тел, и для ментальных тел. Поэтому всегда говорим три плюс один и два плюс один. Давайте поговорим про ментальные тела. Давайте поговорим теперь про ментальные тела. Здесь записать или стереть написать? Как лучше? Нужно стереть. Стереть? Валерия. Хорошо. Что вructure. Что сокращать? Ага. Понимаете. Как лучше я вам заказываю об этом? Ваш Diem. Помню. Продолжение следует... 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 поскольку мы не говорим ни на тибетском, ни на санскрите то же самое, мы просто дописываем то, что мы слышим то же самое с санскритом Дамакхая, Мугакхая, это не санскрит, это то, что мы здесь записываем Дамакхая, это не совсем тибетское слово это то, что мы слышим, когда тибетец произносит эти слова поэтому иногда мы боремся, как это лучше записать то есть это как бы не искусственное такое, искусственное алфавитные слова Итак, два тела мудрости, особенно тело сущностное тело это пустота Будды или пустота ума Будды У этого есть также две части В каком смысле? Два тела, два вещи, которые не находятся Это два отсутствия, чего-то нет, каких-то двух частей нет Первая часть, которой там нет, ее там никогда не было И это пустота его ума И это если вы человек, то это единственная вещь, которая вас общая с Буддой Я думаю, я чувствую, что есть много неправильных пониманий на эту тему Так же мы это называем природой Будды Иногда люди думают, что у меня есть природа Будды Поэтому я уже Будда Пожалуйста, будь аккуратны с этим Пожалуйста, будь аккуратны с этим Когда ваш Расам говорит вам Иди убей кого-то Иди убей кого-то Это не мысль Будды, я бы сказала И вы осознаете Потому что это вернется папу Вы будете убиты Говорят, что много-много-много раз Но тот факт, что ваш Расам пуст От обладания какой-либо природой для своей сути Каким-либо любым образом Кроме того, как через ментальное семя, которое раскрывается И тогда вы вынуждены воспринимать свою Расам определенным образом И факт, что никакого другого ума не существует И факт, что никакого другого ума не существует То есть есть отсутствие 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 Да, именно поэтому это как йога, потому что это полностью зависит от морали, вы можете достичь этого состояния, для этого мы здесь собрались, для этого мы учим, мы даем, для этого мы занимаемся йогой, потому что у нас есть вот этот потенциал. Если бы разум Питера был разумом Питера со своей собственной стороны, когда я говорю так, то это подразумевает, что мой разум неизменяемый, тогда никакой надежды нет, никакой надежды для Питера, серьезно, я считаю, что люди, которые совершают жизнь самоубийством, они что-то понимают. Нет никакой надежды, если бы это было так, то надежды нет. А пустота обозначает, что это не так. Это обозначает, что все продолжается и изменяется, и зависит от ваших внутренних семян, что делает просветление возможным. Клевое заявление. И ваш потенциал просветления не означает, что вы уже просветлены. Хотя, может, вы и просветлены, я не знаю. Но если это правда, что у нас было бесконечное количество жизней, так же есть потенциал, что вы будете беременны в следующей жизни. Особенно если вы парень, для меня девчонок. Но если вы парень, это означает, что у вас есть потенциал, что в следующей жизни вы будете беременны. Значит, не это, что вы сейчас беременны? Конечно, нет. Это означает, что это могло бы быть, потому что у вас есть потенциал стать чем угодно. То же самое с вашей буддовостью. Есть ли у вас потенциал стать буддой? Нас бы здесь не было, если бы это было не так. Я не знаю про вас, я бы вышла здесь не было. Конечно, у вас есть потенциал. Значит ли это, что вы там уже? Нет. Если только вы уже не там, но я об этом не знаю. Поэтому будьте очень аккуратны с природой Будды. Хорошо? Хорошо. 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 Второе отсутствие, которое относится к сущному телу Будды, это что-то, что остановилось. Его пустота никогда не останавливается. Никогда не начинается. Никогда не останавливается. И вы этим обладаете, и он или одна этим обладает. Но в Будде что-то остановилось. И это его прекращение. И в целом это обозначает конец его плохих мыслей и его неведения или невежества. Я не знаю. Мне нравится такое объяснение. Мне нравится такое объяснение. Когда я изучал сам, я уже забыла это. А вот сейчас я читаю. Сущностное тело Будды, его пустота. Сущностное тело у него есть две части. Это пустота его. Это то, о чем мы только что говорили. И есть еще одна вещь, которая нет там для Будды. Которой нет, не существует. Что же это, чего нет? Но он этим обладал до того, как он стал в Будды. Его плохие мысли и его неведение. Они были там дома. Сейчас они больше, их нет. И это делает его Будды. В том числе. Не только это. Плохие мысли? Не видя. Вудхичит. Потому что прекращение плохих мыслей это же еще не означает Буддовости. Сущностное тело должно быть Буддовод. Да, это нирвана. Полное прекращение плохих мыслей и неведение нирваны. И вторая часть его ментального тела. Это его мудрость. Это его всеведение и способность видеть все вещи. Знать всевещение. Можем ли вы сказать, что тела Будды это не тела Будды, а просто какие-то характеристики Будды? Я не знаю. Бути, но его характеристики. Я бы сказала, что это его часть. Если вы называете характеристики, то мы должны давать точное определение, что подразумевается характеристика и, можно сказать, также качество. Качество лучше. Качество лучше. В целом это означает то, что вам нужно прекратить и то, что вам нужно наоборот делать, предпринимать. Это был, по-моему, один из четвертого Моисея был один из таких вопросов. Но также это означает, что мы можем знать все, что может быть известно. Все, что известно, мы все думаем. Нам сейчас нужно вернуться быстро к Сутре. Последняя вещь. В Сутре мы говорили о Цилабуды. Физическая, ментальная, длинная история. У него есть два основных знака и восемьдесят как бы дополнительные. И в Сутре Будда говорит, эти знаки, они лживые. Они не существуют на самом теле. И в то же самое время они проявляются. Что же это значит? В нашем плане время проявляется. Наверное, только в существу это время. Может быть, где-то в Существе мы не можем видеть. Это было бы очень грустно, если бы так было. То, как я думала про Иисуса, когда рос, когда был маленький. Где же Он? Где? На каникулах в Италии, что ли? Он мне не помогает, Он мне недоступен сейчас. Я очень серьезно относился к Иисусу. Я принимал очень серьезно. Я думаю, что я наив, но я тоже люблю. Когда я думаю о себе, как ребенок, я люблю его. Я думаю, где этот человек? Я думаю, что я достаточно наивен. Но мне, например, нравятся мои мысли о том, когда я был маленьким. Те самые мысли, где этот Иисус был? Пожалуйста, покажись им. И то же самое с этими знаками Будды. Потому что, если они никаким образом не проявляются, я их могу увидеть, то какой смысл? Пожалуйста, быть очень практичным в плане изучения какого-либо духовного пути. Если это вам недоступно, то, по-моему, если это история 2000 лет назад, которая заканчивается крестом, или это история 2500 лет назад, которая заканчивается историей с парнем под деревом вокруг его головы и много всего. И если эти истории не доступны для меня никаким образом сейчас, то я в них не заинтересован. Возможно. Тогда лучше секс, наркотики и наркотики и наркотики. Тогда лучше секс, наркотики и наркотики. Не забудьте забыть о том, что это происходит. Для меня? Для меня. Для меня. Но серьезно. Да. Правда? Это именно вот это вопрос, поэтому я бы хотел бы ответить. Будда сказал, что они две разы. Два раза в сутре, Гуду сказал, они лживые, таких нету. Почему? Они не существуют сами от себя. Они не существуют сами от себя, но они правда. И вот именно поэтому эта история для нас применима. Именно поэтому она так говорит. Потому что если вы измените свои семена, тогда эта история будет про вас. И тогда вся эта история становится для нас очень даже применимой. Не заканчивается Христом, во-первых. Даже обычная история не заканчивается. Если бы история с Иисусом заканчивалась только Христом, то было бы тысячу людей, которые бы заканчивали жизнь. На самом деле история начинается после. В общем, это дополнительная история. Она появится на вас точно так же. Поэтому это очень супер важно и доступно для вас сейчас. Они существуют действительно в том смысле, что они помечают человека неким образом. Как помните? Как помните? Еще раз. Еще раз. Они... Человек их не выбирает, они на нем появляются как это... Благодаря его прошлым семенам он вынужден видеть их на этом человеке. Или этот человек вынужден их видеть в самом себе. Я извиняюсь, эта цель «форест» — ни в чем там. Да. Нет выбора. Вчера смеялась, не могла. Мы говорили о том, что можно, конечно, желать чего-то, но это не работает. Помните вот эту историю с ручкой? Мы согласились, что собачка видит жевательную игрушку. И я вижу это как ручку. И оба права. И это доказывает, что это не может происходить с этой вещи. Пожалуйста, подумайте об этом еще и снова. Это очень простое доказательство. Я это вижу как ручку. Я прав. Собака видит это как жевательную игрушку. Не надо быть Эйнштейном, чтобы понять это. И собака тоже права. Что это доказывает? То, чем является эта вещь, не происходит из самой вещи. Это доказательство. Это не фантазия, это доказательство. Тогда вы можете продолжать и подумать, о, 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 Вы видите последствия этого неправильного мышления? И это все происходит от нас. Потому что откуда еще это может происходить, если не из нас? Следующая мысль, которая у нас возникает, когда я пожелаю, чтобы это было чем-то другим. И это тоже не работает. Мы это пробовали. То есть нам нужно посадить ментальные семена для того, чтобы увидеть это чем-то другим, чтобы потом мы будем вынуждены увидеть это чем-то другим и хорошим. Мы можем, конечно, желать, чтобы оно стало чем-то другим, но это не работает. Мы можем сначала дать кому-то другому. И последнее. Будда сказал два раза в сутре, что у тела Будды нет никаких знаков. Мы уже поговорили о том, что эти знаки есть, и что они пилят, и у них проблемы. И почему тогда два раза в сутре Будда заявляет, что у него нет? Длинные дебаты по этому поводу. Длинные дебаты по этому поводу. И все, кстати, все, что сказал Будда, обладает большим значением. Почему он два раза сказал? Ответ. Первое относится к физическому телу. Это не существует на самом деле, происходит из кармы своей. И второе относится к нему Будды. И это тоже не существует на самом деле. Это хорошая новость для меня. И это причина, по которой вы, скорее всего, не будете совершать самоубийство. Не должны, не можете и не будете. Почему? Вы посадите очень плохое семя, если сделаете. И это не останавливает ваш ум. Вы продолжаетесь со своими плохими семенами. Поэтому сажайте хорошие. И ваш разум будет прекрасен. Вы будете вынуждены воспринимать свой разум как разум Будды. Хорошо? Хорошо. В конец класса три. В конец класса три. В конец класса три. Разум будет перерыв? Продолжение следует...